Каждая беременная женщина волнуется и переживает, как развивается плод. Мария Терамановой скоро рожать, но врачи уже сейчас просят лечь в стационар пораньше. На УЗИ видно, плод достаточно крупный. Будущей маме все рассказывают в подробностях, показывают еще нерожденного ребенка. И это, говорит Мария, это те чувства, которые сложно выразить словами. Счастье, радость безумная. Долгожданный ребенок, желанный. В другом кабинете ситуация посложнее. На УЗИ видно, шея ребенка дважды обвита пуповиной. Необходимо постоянно находиться под наблюдением врачей. Ультрасовременный аппарат УЗИ даже улавливает настроение мальчика в режиме реального времени. Роды будут вестись под четким контролем кардиомониторинга. Пуповина обвита два раза вокруг шеи киплота. Ну и, конечно, эмоции ребенка, как он улыбается. Вот. Передает привет будущей маме. В перинатальный центр поступило по краевой программе три новых аппарата УЗИ. Благодаря четырехмерному объемному изображению можно рассмотреть самые мелкие части плода и вовремя обнаружить патологию. Все эти моменты не видны были при двухмерном изображении и испытывали технические трудности. Ультразвуковое исследование считается на сегодняшний день самым информативным, безопасным и безболезным исследованием. Благодаря всему этому мы можем снизить перинатальную смертность и показатели рождения детей с врожденными пороками развития. В Сочи демографическая ситуация более чем оптимистичная. Ежегодно на 500 детей рождается больше. В прошлом году в нашем городе появилось на свет 6 780 малышей. С приобретением этих трех аппаратов у нас есть возможность обследовать сроки скрининговые, обследовать женщин, начиная с женских консультаций, заканчивая в роддоме. Довольны с аппаратами ознакомлены, аппараты экспертного класса. И пациенты довольны, потому что нет очередности, нет ожидаемости исследования. 100% оснащение суперсовременной медицинской техникой перинатального центра позволяет не только вовремя увидеть проблемы развития плода, но и выходить его при рождении весом от 500 граммов. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.